Приветствую вас, и первое, с чего мне хотелось бы начать мой ответ, это с того, что вам вообще предпринять. Как я понял, вы хотите, чтобы ваш сын все-таки отцом не стал, и ребенка все-таки, чтобы у него не было. Я понимаю вас, понимаю ваши отношения довольно-таки хорошо, и могу сказать вам только следующее. Как вы, наверное, уже поняли, открытой конфронтацией здесь ничего не решили. То есть вы пробовали вступать в конфронтацию и с сыном, и, наверное, с мужем, ну, с своим мужем, я имею ввиду, и с девушкой вашего сына, и ничего у вас не получилось. То есть только вот настроили вы против себя, получается, этих людей, ну, в частности, вот, своего сына, как я понял, настроили против себя совершенно точно. Значит, очевидно, что вы выбрали неверную модель поведения. И если вы хотите, чтобы ваш сын, как вот вы говорите, одумался, то если вы хотите, чтобы он одумался, то нужно, чтобы он перестал ждать от вас определенного негатива. Нужно, чтобы он перестал именно ожидать от вас того, что вы будете сопротивляться его решению. Нужно, чтобы он перестал ожидать, что вы будете ему сопротивляться, потому что сейчас, как бы там ни было, он одержим своего рода. Этой идеи, идеи семьи, идеи ребенка и так далее. И хорошо это или плохо мы с вами сейчас выискать не будем. Хотя бы потому, что это не имеет никакого практического смысла, и вне зависимости от того, хотите вы этого или нет. Сейчас, на данный момент, данная ситуация есть. И надо сказать, что вы можете эту ситуацию только вот сейчас, на данный момент, еще раз вам повторюсь, вы можете эту ситуацию только принять. Любое сопротивление ей будет вызывать неприятие, какой-то вот негатив у вашего сына, и тем самым вы будете, ну, сами себе оказывать вред, по моему мнению. Ну вот как это представляется мне, по крайней мере. Поэтому вам, если вы действительно хотите, чтобы не произошло того, что вы боитесь, если вы хотите, чтобы ваш сын, значит, ну, ребенка, например, бросил, или если вы хотите, чтобы ваш сын заставил, например, свою девушку, все-таки сделать аборт, то вам нужно сейчас полностью с ним согласиться и, значит, вести себя с ним более доверительно, более открыто, как и с его девушкой, чтобы они расслабились, и тогда вы увидите реальные проблемы этих людей, и сможете не знать, чей на них указать своему сыну. А то, что вы делаете сейчас, это, понимаете, ну, просто такая конфронтация, которая, по сути дела, лишь столько сплачивает людей против вас, не побоюсь этого слова. И, в общем-то, вам это абсолютно ничего не несет хорошего именно для вас. Поэтому вот об этом я рекомендую вам подумать. Ну, то есть вы, конечно, можете и дальше продолжать искать варианты того, как можно было бы их разлучить, но боюсь, что вы потеряете просто время. Если вы реально хотите что-то сделать, то нужно, чтобы ваш сын, чтобы он вам доверял. Вот, к сожалению, ввиду отсутствия доверия к вам, нельзя говорить о том, что у вас получится как-то вообще расположить к себе сына и даже мучить. Вот, поэтому данный аспект, я думаю, можно описать вот именно так. Теперь, когда мы с вами рассмотрели данный момент, когда мы с вами рассмотрели данную ситуацию, когда мы с вами, я надеюсь, пришли к определенному выводу, я хотел прочитать ваш текст, вот, и, значит, прочитать ваш текст и дать мне несколько комментариев по поводу того, что вы написали. Просто потому, что мне показалось это важно, что вы обратились к психологу, то, я надеюсь, вы прислушаетесь к тому, что я вам скажу, как специалист, как психолог. И так, значит, вы пишите, что, значит, он к вам приезжал на выходные и до января. Он приезжал на выходные и до января. Вот, собственно, первый вопрос к вам. Это, чтобы лучше понять, что-то у вас происходит, и чтобы вы лучше поняли вообще свою позицию. И чтобы вы понимали так же, что немаловажно, какую реакцию ваша позиция, какую реакцию ваша позиция будет вызывать у других людей, в частности у сына, у мужа и так далее. Итак, если вы говорите, что ваш сын приезжал к вам на выходные до января, первый вопрос, чья это была инициатива его или ваша, то есть, зачем он приезжал к вам? Вот, это первое. Второе. Как вы восприняли тот факт, что он перестал к вам приезжать на выходные? То есть, вот, когда он вам сказал, да, о том, что у него девушка и так далее, как вы восприняли тот факт, как вы именно восприняли, что он больше не проводит выходные с вами. Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, это очень-очень-очень-очень важный момент. Потому что, на самом деле, от того, как вы восприняли его нежелание больше приезжать к вам на выходные, зависит, ну, по сути, все ваши дальнейшие отношения с ним, без преувеличения. Потому что, если, например, вы с пониманием отнеслись к тому, что он, ну, больше не приезжает к вам на выходные, то вы, например, поняли, допустим, что это его выборы, что он, допустим, имеет на это право, что он молодой, что у него там своя жизнь теперь и так далее. Вот. Это одно. А если бы вы посчитали, что он не имеет права, не имеет основания этого делать, то это немножко другое. И вопрос, который я вам хочу задать, ну, на что вы опираетесь, когда высказываете вот такую, собственно, мысль, что человек не может иметь собственной жизни, да? Это вот важный момент. Далее, вы пишите, что, значит, ну, он с января месяца начал встречаться с девушкой, она мне не понравилась, пишите вы, она мне не нравилась. Я смотрел в профи в социальных сетях и поражался. Записи на стене, значит, там, смутки, котики, советы, как завлечь мужика, так и фотографии с слишком откровенного содержания. Вот здесь я хотел бы у вас спросить, как вы считаете, насколько велика ваша осведомленность в том, что сейчас происходит у молодежи? Почему вы позволяете себе строить мнение о человеке только исходя из того, какие записи на стене у него и какие фотографии откровенного содержания? Значит, степень откровенности сейчас, она совсем не такая, какой была раньше. И то, что вы позволяете себе, значит, оценивать девушку только по социальной сети, которая, кстати говоря, тоже может быть всего лишь имиджем, как это сейчас довольно модно у подростков, вот у подростков, у молодых людей, совсем молодых людей, модно в публичных местах следовать за определенные моды. То есть, так, чтобы, ну, например, там, вот если девушка, допустим, если есть девушка, то она обязательно, там, должна быть откровенная, ну, фотография, да, если там мужчина, то она обязательно должна быть тоже, там, какие-то требования предъявляют, да, к тому вот, ну, как люди должны выглядеть в социальных сетях. Если фотографии какие-то, то обязательно, там, определенного содержания и так далее. Вы же, как бы, даете себе, позволяете себе воспринять это все за чистую монету. И вот это вот не есть хорошо, на самом деле. Правда, это не человек. Я понял, вы с человеком знакомы не были. Вы только видели ее фотографию и все. А когда вы ей позвонили, вы сразу стали ей говорить, чтобы она не дурила голову вашему сыну и так далее. Хотя, может быть, она даже и не собиралась этого делать. Но вы этого, опять же, не знаете, понимаете. То есть, вопрос у меня такой. Помимо фотографий, помимо репостов и помимо советов, как завлечь мужчин, что-то еще указывало формально или фактически на то, что она плохой человек. Я имею в виду его девочка. Вот. Только, пожалуйста, постарайтесь, если вы будете на это отвечать, постарайтесь отвечать все же честно. Потому что честность, она здесь очень важна. Если вы не будете честны, например, со мной, допустим, то все, что я вам говорю, это все не будет иметь вообще никакого смысла и никакого значения. Вот. То есть, надеюсь, вот мы, вы, я надеюсь, мой вопрос поняли, что я вас просил. Далее. Значит, вы пишете, ну, думаю, не будет, если у вас, значит, рано или поздно, сын и сам поймете, что вот с такой девочкой ему не по пути. Опять же, опять же, момент. С чего вы решили, что с этой девочкой ему не по пути? Почему вы берете на себя ответственность за выбор девушки, девушки, вашему сыну? То есть, вы как бы за своего сына решаете, какая девочка его, какая девочка не его, с какой девочкой ему по пути, с какой девочкой ему не по пути и так далее. Почему вы позволяете себе сделать такой выбор? Вот объективно. Объективно, я надеюсь, вы понимаете, что вашему сыну уже 18 лет. Он совершенно летний и он, как бы, имеет полное право выбирать себе девушку сам. Такую, какая нравится ему, а не вам. А вам, скорее всего, современные женщины, молодые, не нравятся вообще, вообще? Опять же, поправьте меня, если я здесь ошибаюсь. Но, вот как мне видится, что именно, именно, вот, именно так обстоят дела, что вам, современные женщины, ну, не нравятся. И это нормально, опять же, потому что, ну, вы не можете в силу, так сказать, в силу своего возраста, в силу того, что вы человек другого времени, другой эпохи, вы не можете понять современных, вот, тенденций у молодёжи, вот, но плохо в то, что вы позволяете себе брать ответственность за выбор спутницы жизни своему сыну. А он этого не мог не чувствовать от вас. Далее, значит, ну, собственно, он вам звонит 22 марта и говорит о том, что у них будет ребёнок. Сказать, что я была шокирована, ничего не сказать. В общем, когда первоначальный всё прошёл, я ему предложила финансовую помощь для того, чтобы девочка сделала аборт. Скажите, Леся, а почему вы сразу, сразу были населены именно на аборт? Ну, это же ваш внук, это же ваш ребёнок. Почему вы даже на секунду не подумали о том, что, может быть, сын хочет ребёнка оставить? Почему даже на секунду вы не подумали о том, что такое предложение будет оскорбительно для вашего сына, например? Вы подумали о том, как он воспримет это, как он воспримет ваше предложение? Подумали ли вы о том, что он вам позвонил, сказать, что у него будет ребёнок не для того, чтобы вы предложили ему сделать аборт? Если бы он хотел именно аборт, он бы вам, ну, я думаю, он бы вам, скорее всего, так бы и сказал, что вот мама, значит, мне нужны деньги, например, на аборт, помоги мне, допустим, пожалуйста. Ну вот, но он же так не сказал, он позвонил вам именно сообщить, что у него будет ребёнок, а вы ему сразу же говорите про аборт. Откуда такая вот, ну, скажем так, скажем, довольно жёсткая, негативная модель поведения по отношению к личной жизни вашего сына. Мне кажется, это важный момент, на который вам стоит обратить тоже внимание. То есть мы сейчас не говорим, мы не говорим о том, рано или не рано, мы говорим о том, что ваш сын позвонил и сообщил, что у него будет ребёнок, и вы, вы предлагаете ему сразу аборт, по сути, предлагаете убить живое существо. А вот, ну, значит, для ребёнка я найду. Он мне ответ, в ответ говорит, что никакого аборта не будет, и ребёнка они оставят. Ну, это ответ своё заявление, конечно. Правда, своевольное, и вам, наверное, не понравилось, что он проявил свою волю. А вот, на что вы собираетесь жить? Спрашиваете вы его. Он говорит, что временно бросит учёбу и устроится работа. Опять же, это его выбор. Вы выделяете бросить учёбу так, как будто вам это неприемлемо, но это его выбор. И это правильное решение, что сработает, если у него появится ребёнок. Почему вы оспариваете решение взрослого человека? Вот, не по-взрослому было бы, например, просить у вас денег на содержание ребёнка, это было бы не по-взрослому. А так, довольно взрослое решение взрослым ответственного мужчины. И вы придаёте большое значение учёбе, думая, что она облегчит жизнь человеку. И если я вам могу сказать так, что в современном мире учёба потеряла то значение, которое было при Советском Союзе. И диплом не значит ничего сейчас. Далее. Вот это меня окончательные руки опустились. Ну, это, опять же, следует воспринимать так, что вы хотели, чтобы ваш ребёнок, ваш сын действовал так, как вы задумали для него. А он действовал не так, как вы задумали, а так, как он хотел сам. И именно поэтому у вас опустились руки, именно потому что вы не смогли его контролировать. У вас не получалось его контролировать, и именно поэтому у вас и опустились руки. Возникает вопрос, а почему, собственно, вообще, вот вообще возникла вот эта вот ситуация, что у вас опускались руки. Он не пытается повесить на вас свои проблемы, что тоже ответственное достаточное решение. То, что он не делает так, как вы хотите, это да, это да, это да. Он не делает так, как вы хотите. Вопрос заключается только в том, а почему вы считаете, что он должен делать так, как вы хотите? Почему вы считаете, что он должен поступать обязательно так, как вы считаете, ну, для него, например, правильным и так далее? Вот это, на мой взгляд, и является самым важным вопросом. Потому что, полагаю, что вас больше всего именно этот факт напрягает и задевает, что он не поступает так, как вы считаете нужным и, ну, как бы, порчит, значит, портит свою жизнь, да, портит свою жизнь тем, что вот бросает учебу и так далее. То есть, вы не принимаете выбор человека. Далее, значит, я ему так и сказал, что она ему голову морочена, отвечает, что это, типа, их общая ответственность, а ты, мама, не вмешивайся. Опять же, это правильно, что это их общая ответственность, и непонятно, к чему вы взялись, что она ему морочит голову, зачем и для чего. Вот. Вот. Непонятно, почему вы решили, что она ему морочит голову. Когда вы звоните ей на следующий день? Как и сказалось, чтобы не дурила и не портила жизнь и себе, и моему сыну. Ну, опять же, здесь к вам у меня вопрос всего того же характера. Почему вы считаете, что она морочит жизнь вашему сыну? Почему вы не считаете, что рождение ребенка – это счастье для вашего сына? Почему вы не можете предположить, что, как бы, воспитание ребенка, взятие ребенка и так далее – это осознанный шаг вашего сына и этой девушки? Да, может быть, разно. Да, может быть, может быть, вы правы, и, может быть, там действительно никакой любви нет. Может быть, действительно она ему морочит голову. Но это его жизнь, и он должен сам пройти свою жизнь, и должен сам совершить ошибки. Есть ошибки, которые человек должен совершить сам. Никто ему не может и не должен в этом помогать. Потому что во взрослой жизни, во взрослой жизни, человек должен сам получать опыт. Только так он может рассчитывать на то, что в его жизни будет ответственность, будет понимание и будет осознанное поведение, осознанное движение к чему-то, что составляет личные цели. Это лично его цели, не ваше и не ваше видение, а его. И вот именно его цели и его видение вам нужно уважать. А получается так, что вы не уважаете. Не выбрать своего сына, который выбрал эту девочку. Раз это ваш сын, значит, он не мог выбрать плохую девочку. Но вы подвергаете сомнению его выбор. Вы звоните девушке и говорите ей какие-то вещи в обход, причем, как бы, своего сына. И это тоже не их хорошо. Вы опять же оспариваете выбор этих людей. Это они вымирены. И они могут ошибаться, они могут вести себя неправильно, но это их выбор. И они уже, эти люди, достаточно взрослые, чтобы иметь возможность самостоятельно этот выбор делать. Поэтому я думаю, я думаю, что здесь вам нужно, если вы хотите наладить отношения со своим сыном, здесь вам нужно просто-напросто извиниться перед ним, перед ней. И, наверное, появится все-таки именно такое, чтобы их расслабить. Если вы их расслабите, то, как я вам уже говорил, это возымеет куда больше эффект, чем то, что вы делаете сейчас. По сути, лишь только сплачивая их и делая их еще более сплоченной парой, скажем так. Вот. Значит, далее. Она нажаловалась, она бросила трубку и сыну моему нажаловалась. Вы пишете это со знаком восклицания, так, как будто бы она, эта девушка, не должна была этого делать. Вот. У меня к вам вопрос. Почему вы считаете, что девушка не могла поступить иначе? Представьте себе, что вы ждете ребенка от своего мужчины. И вам звонит мама и говорит, что вы морочите голову, значит, ее сыну и себе. Вот. Кстати говоря, откуда вы знаете вообще, что она портит себе жизнь? Почему вы решили, что для нее это порча жизни? Опять же, вы берете как бы ответственность на себя за выбор других людей. и это не есть правильное. Да? Вот. И, собственно, вам эта мама говорит вот те же самые слова, что и вы говорите ей. Но я не думаю, что вы будете молчать, и я не думаю, что вы будете это слушать. Вот. Значит, нажаловалась ему, он потом позвонил, и мы уязвенно поругались. Опять же, вы гласите, что мы уязвенно поругались. Мы. Давайте будем честны, что вы совершили то, что вашему сыну не понравилось, и вы же сами несете ответственность за то, что произошло вот тогда, когда вы ругаетесь. Знаете, когда два человека ругаются, когда два человека ругаются, это всегда ответственность обоих людей. Не только одного, но обоих. И поэтому, когда вы говорите, что мы поругались, вы тем самым снимаете с себя ответственность за то, что произошло. И вот это как раз не есть хорошо именно для вас. То есть, не вы оба поругались, а вы как бы позволили поругаться с собой. И позволили вы втянуть себя ну, скажем так, в определенный конфликт, если угодно. И вопрос, который я, опять же, хочу вам задать, только такой. Осознаете ли вы свою ответственность за то, что произошло? Или нет? Потому что вы говорите, что поругались ужасно вы, скорее всего, вы же обвиняете в этом девушку вашего сына, которая поступила, ну, как-то вот очень плохо поступила, в общем, девушка вашего сына, что нажаловалась ему. И виновата в общем в том, что вы поругались она. Ответственность несет за то, что вы поругались она. Не вы и ваш сын. Хотя он, наверное, он, наверное, тоже несет ответственность за что. Но она. Вот, виновата именно она. И мне представляется, что подобная позиция является, опять же, деструктивной и, я бы даже сказал, некой избегательной по отношению к реальному миру. Потому что ссорь, ссори, еще раз повторю, несут ответственность всегда два человека. И вам это нельзя забывать ни в коем случае. Далее. Значит, теперь он вообще не отвечает на мои звонки. Но это, опять же, правильно, вы его обидели. С мужем только они разговаривали позавчера, но мой муж что? Он, как любой мужик, не понимает всего ужаса и трагинга ситуации. В чем ужас и трагинга ситуации? Опять же, для меня остаются тоже загадки, но, наверное, потому что я тоже мужик. Только вот у вас отношение и к сыну, и к вашему мужу, знаете, ну, я бы сказал, вот, знаете, какое? Может быть, немножечко пренебрешительное, или, может быть, принижающее что-то. То и муж ваш как мужик, и сын вас ничего не понимает, да, и так далее. Вот вопрос, а почему вы к своему мужу так относитесь? Почему я не чувствую в ваших словах уважения к нему? А, подвихал и сказал ничего кратного воспитания. И правильно сказал, воспитает это ваш внук. Но у меня такое ощущение, что все с ума подходили. почему? Ладно, еще эти 18-летние дети, это не дети, это уже взрослые люди, вам следует перестать смотреть к ним как детям. Мой муж и мать этой девушки ее поддерживают, зовет жить к себе на первых парах. Вам стоит прислушаться, подумать, но если ваш муж и мать этой девушки поддерживают, значит, может быть, в этом что-то есть, значит, может быть, они правы, может быть, и вам стоит ситуацию принять, какой бы неприятный может быть, для вас она бы не была, эта ситуация, постараться ее принять и воспользоваться ею. Говоря воспользоваться, я имею в виду именно то, чтобы вы никакой ситуации в мире не позволяли бы навредить себе и своим отношениям со своим сыном. А получается так, что вы сейчас как бы конфликтуя по поводу вот данного, ну, по поводу ребенка, по поводу данной ситуации, да, конфликтуя, вы рискуете просто-напросто потерять своего сына, потерять с ним какой-либо контакт, потерять с ним общение, потерять его доверие и так далее. И это вот не есть опять же хорошо. Но вам решать, вам решать, что вы будете делать в этой ситуации, как вы будете себя вести в ней дальше и так далее. я думаю, что если вы вот прислушаетесь к моим словам, то вы обязательно увидите, что поступали в каких-то моментах неправильно, если вы подумаете как следует о том, что я вам говорил, то у вас в принципе появится довольно четкое понимание ошибочности в некоторых моментах своего поведения и может быть ситуацию вы еще и спасете. Она еще не до конца испорчена и сына вы еще можете к себе вернуть. Но зависит это конечно же целиком и полностью от вас и я надеюсь только, что вы примете верное решение. Здесь мне бы хотелось вам сказать еще и следующее. дело в том, что я понимаю то, что я вам сказал оно может быть неприятно, может быть может идти вразрез с тем, что вы считаете правильным, привычным для себя и так далее. Я это понимаю, и именно по этой причине хочу вас предупредить. Вот о чем. Если вы почувствуете, что от вас требуется определенная модель поведения, которая для вас по вашему мнению неприемлема, то ее, эта модель поведения продвигать вам не следует. Ну, просто опять же потому, что вам будет плохо, вы не будете счастливы, а если не будете счастливы вы, то и не будет счастлив ваш ребенок тоже. Только если вы придете ко мнению, что вы поступали действительно неверно, и только если вы будете готовы поменять свою точку зрения, вот только в этом случае можно делать то, о чем я говорил. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и успешного разрешения данной ситуации. Спасибо.